На территории бывшей Бессарабии есть большое количество помещичьих дворянских домов, их всего 300. В настоящее время в регистрационной палате Республики Молдова зарегистрировано 80 таких зданий, как в Кишиневе, так и в других селах. В 2010 году состояние этих дворянских домов было плохим. Какие проекты в данное время проводим? Есть уже внедренный в Ханчештах архитектурный комплекс «Ману-Бей». Для его реализации было получено европейское финансирование, а также помогли территориальные региональные агентства. В центре были осуществлены три цели – обновление, реабилитация и реставрирование. Другая проведенная программа также достойна уважения. Это комплекс «Помер» в селе Цаул Дандюшанского района. Первое здание уже обновленное и предназначено для примырия села. Другие дворянские дома, которые были отреставрированы за последние шесть лет. Это дома семьи Лозой и Багдасара в селе Пятра. Еще много помещичьих домов, которые необходимо отреставрировать. Это усадьба Розеля Разрован в селе Лепкамбричанского района, Чуликмакского в селе Бахмут Каларашского района. Нужно особое внимание обратить на дворянский дом семьи Гавата из села Сбрия Неспиренского района, который находится на берегу прута. А также на усадьбу семьи Русо и сел Паудлешска-Ларашского района, Избеште-Кривлянского района, на дома семьи Донежи, Дубрахай, Век, Кривлянского района, Анавски, Вгуру-Быколы, Новоргеевского района. Эти дома, это достояние нужно спасти. Партнеры по развитию европейцев, Международный банк инвестирует в эти проекты. Очень важно, что защита памятников указана в статье 42 нашего закона. Необходимо выделить финансирование для реставрации таких домов и их оценивания. Маршрут развали мы должны превратить в маршрут дворянских домов Бессарабии от тех времен. Эти помещи и усадьбы могут стать центрами культуры, искусства, пансионами, а в случае, если это здание коммерческое, то оно может служить и гостиницей, и реставрационными, и реабилитационными центрами. Все взаимосвязано. Если есть сила воли, если мы осознали ценность этого наследованного достояния, то необходимо перейти к действиям, сообщаясь с центральными местными органами управления и власти. Ответственность должна быть возложена, в первую очередь, на районное отделение Министерства культуры, общественные административные органы, в том числе и центральные, и на владельцев этого достояния. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова